Валерий Мальков 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 Звоните по телефону 8902-320-4444, называйте правильный ответ, призы от первого спортивного оператора компании «Смарс». Ну и сразу же, Егор, хочу спросить, оправдали ли ваши ожидания именитые спортсмены, которые приехали в этом году в Тольятти? Смотря что ты подразумеваешь под этим, если как результаты, то довольно-таки впечатляют. Вот, Эльбрус Нигматурин посетил нас, это уже звезда мирового уровня в стронгмене, в силовом экстриме. Молодые ребята из Саратова, я очень впечатлен. Как удалось уговорить людей такого высокого уровня, чтобы они поехали именно в Тольятти? Ты знаешь, вообще, в принципе, уговаривать никого не пришлось. С Эльбрусом я созвонился, друзья подсказали его телефон, был удивлен душевностью человека, откликнулся. Мы его вообще приглашали почетным гостем, но он изъявил желание выступить, мы как бы не отрицали. И все ребята довольно-таки весело и на ура восприняли возможность поучаствовать. Дмитрий, какие упражнения оказались в диковинку и что оказалось наиболее сложным для участников? Для участников наиболее сложным, я думаю, оказалось подтягивание автомобиля. Это была чисто техническая такая сложность, потому что там был небольшой бордюрчик, на который надо было автомобиль втянуть. Но тут как раз казался тот фактор, что наиболее сильные спортсмены, которые показали наибольший результат, они выступали в последнюю очередь. Они сообразили, что автомобиль надо максимально разогнать. И за счет этого два последних спортсмена сумели все-таки дотянуть автомобиль до финишной отметки за определенное время. А так, в общем-то, я думаю, веса были достаточно серьезные и сложность была практически в каждом движении. А мне тем временем подсказывает первый телезритель, который к нам дозвонился. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. Елена, скажите, пожалуйста, а не опасно ли для здоровья такое поднятие тяжести? Хороший вопрос. Особенно приятно, когда дамы его задают, значит, переживают. Каково состояние здоровья мужа, брата? Хочу сказать, что на этом турнире очень много было девушек, которые, наверное, все-таки соскучились по настоящей мужской силе. Там на самом деле было на что посмотреть. Я отвечу вопросом на вопрос женщине. А не опасно употреблять алкоголь? А не опасно курить? Вот это действительно убивает. Причем это убивает и детей еще, которые не родились. Люди не осознают это. Поднятие тяжестей, безграмотное поднятие тяжестей, это, конечно, тоже опасно. И естественно, что любой большой спорт – не здоровье. Но ты, Валер, знаешь, мы, как федерация, не за спорт. Мы преподносим и стараемся тольяттинцев приобщить к здоровому образу жизни, к физической культуре. Не было бы и железного занавеса, не было бы у нас таких противных слов, как фитнес и велнес. Все бы знали во всем мире только физическую культуру. Мы за физическую культуру. Дмитрий, в этом году программа была разнообразной. Мне лично понравилась рок-группа, которая накануне разогревала публику. Насколько ваши ожидания оправдались в плане того, чтобы завлечь как-то болельщиков и сделать для них определенную культурную программу? Ну, единственное, чем я недоволен, это подкачала погода. Было дождливо. Рок-группа, спасибо ребятам за то, что она выступила. Выступили на ура. Тоже все только положительные оценки их выступлений. Плюс гитарист этой рок-группы выступил с сольным номером, который он сам назвал «Ария беспечного гитариста». Это Игорю спасибо большое. Ну, а в плане завлечения зрителей, да, честно говоря, никто никого не завлекал. Люди шли на то, что они хотели увидеть. И, как оказалось по отзывам, никого мы не расстроили. Егор, кроме денежных призов, я смотрю, вы картами специальными отмечали даже малышей. Да, мы стараемся как можно больше людей привлечь к занятиям физической культурой. Поэтому одними из призов, поощрительных призов, были абонементы в наш клуб. Дмитрий, сложность была, я знаю, в плане организации цирк. Ну, ура, просто так никто не предоставит. Кругом аренда, призы, медали. Кто вам помогал в плане организации «Тольятти Стронгмэнг-2011»? Основной и самый главный наш партнер – это, получается, мы сами. Это спортклуб «Тело-мастерская Кедр», который предоставил основные деньги на реализацию данного проекта. У нас есть также медиапартнер, главное – это авторадио. Также помогли ребята с различных рекламных агентств, с мастер-флага, с коммерсанта, с журнала «Выбирай», портал «Проотдых». И у нас есть постоянный партнер, который нам также помогает финансово. Это производственная компания «Спецавтопласт» в лице Огоркова Сергея. А так, на самом деле, честно говоря, очень трудно все это тащить в финансовом плане. Хотим на будущий год обратиться, может быть, к городским властям, может быть, в Комитет физкультуры и спорта, может, нам хотя бы площадку предоставят как-то бесплатно. Еще бы отдельное спасибо. Спасибо, я хотел бы сказать нашим друзьям, ассистентам, без которых, как ты говорил, не состоялся бы такой хороший. Они очень вовремя все снаряды приносили на места, собирали, убирали. Было очень здорово. А мне тем временем не подсказывает очередной телезритель, поклонник силового экстрима, к нам дозвонился. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем. Говорите. Стесняется, наверное. Слушаем ваш вопрос. Говорите, пожалуйста. Но, к сожалению, человек переволновался, наверное. Телевизор выключил, не слышит меня. Говорим мы сегодня о силовом экстриме. Тольятти Стронгмен 2011. У нас есть впереди яркие моменты из соревновательной борьбы. Давайте посмотрим, после чего продолжим наш диалог. Турнир Тольятти Стронгмен 2011, посвященный памяти Владимира Турчинского, проводился в Автограде 15 сентября. В открытом первенстве принимали участие шестеро атлетов, трое из которых представляли иногородние клубы. Некоторые спортсменов, например, Эльбрус Мегматурин из Челябинска, имеют за плечами большой опыт выступлений в экстремальных соревнованиях, а для кого-то участие в настоящей битве Титанов стало первой пробой своих сил и возможностей. К каждому представленному упражнению участники имеют свой индивидуальный подход, но никогда не отказываются поделиться секретом успехом. Надо включаться полностью, руки, ноги, спина. Первый атлет Евгений тянул одними руками. В этом заключалась его ошибка. Здесь надо включаться всем телом. Веса достаточно достойные, плюс еще есть какие-то маленькие нюансы, где-то сложности. Вот видите, автобус становился ямку. У кого-то где-то опыта выдержки не хватило и сделали вот этот решающий рывок. Первым этапом на пути к победе для спортсменов стала традиционная прогулка фермера. Два чемодана по 140 килограммов каждой участники турнира проносили на определенное расстояние с учетом времени. К слову, обычный человек едва ли сможет просто поднять данный снаряд. Отчаянные Титаны демонстрировали поистине нечеловеческие возможности. Следующим упражнением стал толчок Бринан весом 110 килограммов. Это движение оказалось наиболее доступным для мастеров тяжелой атлетики, благодаря чему определились первые лидеры, в числе которых был Эльбрус Нигматулиан. Однако следующие два упражнения – колесо Конана и тяга автобуса весом 5 тонн – позволили достойно проявить себя и другим спортсменам. Здесь уже на передовых позициях, наряду с Эльбрусом Атурином, оказался саратовский силач Лениамин Змирев. Двое лидеров так и шли вровень до заключительного упражнения. В движении под названием «Столпы Аполлона» успешнее оказался Вениамин Зверев, победивший Нигматулина. Именно молодой перспективный атлет из Саратова стал обладателем главного приза – 50 тысяч рублей, завоевав к тому же шквал бурных аплодисментов и искреннее уважение публике. На третьей ступени пьедестала расположился тольяттинский спортсмен Дмитрий Тарасов.